Ближняя дистанция. Плотный бой, опять различные удары, лоу-кики. Нужно постоянно следить за тем, как ваши ноги ходят и не потерять при этом баланса. Стоит вам сделать хотя бы незначительное неправильное движение на ногах, то спортсмен, вы в данный момент, я, теряем баланс. Теряем балансировку и теряем, прежде всего, ударную и выгодную позицию. Как ударить лоу-кик по ближней ноге, тем более, если, например, ноги стоят вообще нога к ноге, колено к колено. Отсюда все просто. Здесь можно бить любые удары. Нога должна выходить опять, можем взять за формулировку, корядрой, такой кочергой. И сначала покажу несколько неправильных движений, которых вы сразу узнаете, там, своих соседей, себя, своих партнеров по залу. Вот. Нога делает излишнее разгибание. Второе. Чтобы попасть и увеличить дистанцию между ногой, часто переваливается на опорную пятку. И опять теряет баланс. Третье. Это когда падает чуть-чуть назад, опять всего лишь для одной и той же позиции. Удлинить. И тоже падает. Удлинить дистанцию до ноги. Мы выбираем вот эту корягу, кочергу. Кочерга даже будет интереснее. Нога выходит, немножко поднимаясь, и сразу переворачивается в начало удара. И отсюда делают легкое разгибание. Вернее, не легкое, а небольшое разгибание должно быть очень тяжелое. Небольшое разгибание и формируется позиция животом. То есть загибание сюда. Аналогично, как мы делали удар дзюдан, колено заворачивалось чуть внутрь, в центр. Здесь аналогичным образом нога входит в бедро. Делает подъем и отсюда падает. Все аналогичные движения наверх, кочергой, влекут до шкардану, к травме голени. Поэтому нога должна как можно короче, как будто вы подрезаете мясо. Вот оно движение. И поэтому можно работать в любом ближнем бою, практически стоя на ногах на рот. Вот оно движение. С любыми заходами. Сюда. Раз. Раз. Пойдет.